Вопрос этот адресуем, естественно, тебе, человеку, работающим непосредственно в Коколоке. Ты с этими вопросами стопудово часто сталкивался. У тебя были презентации, мы с тобой созвоны делали. Первый раз вопрос, почему чувствуется вкус углей. Да ладно. Я тебе говорю, ну, вы его не разожгли, вероятнее всего, до конца, потому что другого способа быть. Во-первых, не нужно его есть, чтобы чувствовать его вкус. Но имелся в виду запах, наверное. Слушай, ну тут два варианта. Если у тебя уголь разожженный стоит на калауде, да, условно говоря, уже, и ты чувствуешь его запах, то, вероятнее всего, у тебя не разожженный уголь. Потому что, когда он разожжен, вся топиока выходит из него, собственно, и... Сейчас я отвечу и на второй вопрос правильно. Собственно, а если мы говорим все-таки, скорее всего, о запахе при рожиге, да, когда он более сильный, более слабый, Вообще, за запах от него невозможно избавиться никак, потому что это обычное природное вещество, то есть топиока. Топиока, она, это производится из корня растения маниока, и, собственно, не знал? Знал по-любому, я тебе расскажу. Ну, мы с собой созвание. Да, вот, и, собственно, это клеющее вещество, то есть, по сути, такое, крахмальное вещество, по сути, такой клей природный. Чтобы уголь не рассыпался, чтобы держал кубик. Чтобы вот это, ну, не пыль, конечно, ну, кубик держал форму, да. И, собственно, вот топиока с разных частей островов, да, конкретно в Индонезии, она отличается по своим свойствам, по своим качествам, и, соответственно, ее количество, в том числе, тоже может давать больше запаха. На самом деле, тут еще такой есть забавный нюанс, что, да, вот, ну, я просто сталкивался с таким именно фейдбэком, что у кого-то там вся пачка воняла, типа, да, у угля, который вообще не воняет. И когда мы этот вопрос начали разбирать, оказалось, что, ну, технически, то есть, так может быть, что это же, если кто, вообще, в интернете, кстати, рекомендую посмотреть, есть много, достаточно видео с различных производств, чтобы хотя бы иметь базовое представление о производстве угля. Не все, не все те видео можно смотреть вот без вот таким вот взглядом, потому что там есть такие вещи, где реально мужик рассказывает, как у него мартышки собирают уголь там, типа, или, ну, много-много других вещей. Но все в том, что на самом деле, вот, я отвечаю уже совсем короче, то исключительно от качества топиоки, собственно, от ее количества. Что если, например, там, я к чему это еще раз сказал, при перемешивании в каком-то конкретном месте вот именно топиока будет в большей степени, да, ну, сконцентрирована, и она попадет вот в конкретную пачку, то вся пачка будет вонять. Это самый обычный блендер-миксер. Это вот есть бадья какая-то есть в ней вот эти вот вращающие там шнеки или еще что-нибудь. И, да, механически может произойти так, что вот середину не офигенная вымешивает, а где-то там с краешки не достает миксер. И там типа больше этой топиоки попалось, и масса не 100% однородная, и когда уже идет формовка угля, вот именно этот кусочек плохо вымешанный может попасть где-то примерно в одну, в три, там, допустим, пять пачек. То есть теоретически, да, это имеет место быть, возможно, пачечка... Ну, это исключение, безусловно, но исключительно просто такое бывает. Я к тому, что иногда так вообще, ну, в самом деле, если мы берем два разных бренда, и один, условно говоря, сильно пахнет, второй не сильно, то просто тут от свойств топиоки. Это все лирика. Самый главный вопрос эфира – какой уголь выбирают профессионалы в итоге-то? Ну, насколько мне интересно, профессионалы выбирают Кока-Лока. Хорош. Ну, это можно и завершать.